друзья всем привет рада приветствовать вас на своем канале о вязании сегодня мы свяжем с вами очень красивый узор узор вашу копилочку очень интересная техника вязания отлично подойдет для вязания кардеганов этот узор для топов маяк очень красиво он смотрится вяжется он несложно вот так выглядит его лицевая сторона вот так с изнаночки узор красивый образец связан у меня из хлопков мидс метража 50 граммов 100 метров и спицы номер три с половиной и так раппорт узора 2 петли и 4 ряда и прежде чем начать вязание если вы еще не подписан на мой канал то обязательно подпишитесь включите колокольчик чтобы не пропустить новые видео мастер-классы и также приглашаю вас свое сообщество в группе вконтакте ссылочку оставляю под видео присоединяйтесь всем буду очень рада там вы найдете очень много разнообразных бесплатных описаний полезности и конечно же мои видео мастер-класс и так поехали набираем количество петель кратное 2 плюс 1 петля для симметрии я наберу 13 петель и так в начале вязания нам необходимо провязать с вами нулевой установочный ряд далее мы его провязывать не будем и мы его не считаем то есть просто у нас нулевой и так кромочную петлю снимаем и все петли провязываем изнаночными и кромочную провязываем изнаночные провязали и далее переходим уже к вязанию нашего основного узора и так кромочную петлю снимаем и начинаем провязывать раппорт первую петлю провязываем лицевой петлей вторую петлю провязываем вот таким образом провязываем ее лицевой но не с ним не снимая пока сливой спице дам подхватываем вот эту вот протяжка вот таким образом вот так и уже снимаем повторяем лицевая далее петлю провязываем лицевой и тут же подхватываем протяжку и уже потом снимаем лицевая следующую петлю провязываем лицевой и подхватываем протяжку и потом снимаем так лицевая следующую петлю лицевой и тут же подхватом вот эту вот протяжку сняли лицевая следующую петлю лицевой и подхватываем протяжку и сняли и у нас последняя петля петля для симметрии провязываем лицевой петлей кромочную изнаночной 1 ряд готов разворачиваем работу второй ряд и так кромочную снимаем и смотрим первую петлю провязываем лицевой петлей вот так и здесь у нас вот она сдвоенная петелька эти две петли мы прорез вместе изнаночной петли повторяем лицевая 2 петли вместе изнаночной лицевая 2 петли вместе изнаночной лицевая 2 петли вместе изнаночной и в конце ряда у нас одна петля для симметрии и провязываем лицевой петлей кромочную провязываем изнаночный второй ряд готов далее мы смещаем с вами узор в шахматном порядке это кромочную петлю снимаем и начинаем рапорт и так вот здесь у нас уже изнаночная петля внимание и и мы провязываем лицевой петлей и опять не снимая подхватом вот эту протяжку а потом снимаем следующую петлю лицевой это наш рапорт повторяем петлю провязываем лицевой не снимая петли с левой спицы захватом вот эту протяжку вот таким же образом мы ее и захватываем и только потом снимаем лицевая петлю лицевой подхватываем протяжку лицевая петлю лицевой подхватываем протяжку лицевая петлю лицевой подхватываем протяжку лицевая и в конце у нас для симметрии петлю лицевой и подхватываем протяжку и кромочную провязан изнаночный третий ряд готов разворачиваем работу четвертый ряд кромочную петлю снимаем и здесь у нас уже в начале сдвоенная петелька то есть да вот эти две петли вместе мы провязываем изнаночной а следующую петлю провязываем лицевой повторяем 2 петли вместе изнаночной следующую петлю провязываем лицевой 2 вместе изнаночных лицевая 2 вместе изнаночной лицевая 2 вместе изнаночной лицевая и в конце ряда у нас 2 вместе изнаночной петли кромочную провязать провязываем изнаночной и вот мы провязали своими раппорт высоту и далее мы повторяем с первого по четвертый ряд давайте еще раз быстренько повторим 2 раппорт и так кромочную снимаем и первый ряд узора 1 петлю провязываем лицевой 2 у нас изнаночная то есть чтобы вам было легче запомнить в лицевых рядах вот именно вот эта петля она и провязывается лицевой и подхватывается протяжка лицевая вот она у нас здесь изнаночная из нее мы провязываем лицу и подхватываем протяжку лицевая провязываем лицо и захватываем протяжку и снимаем то есть узор легко запоминается подхватили в конце ряда петля для симметрии провязываем лицевой кромочную провязали изнаночный первый ряд готов второй ряд кромочную петлю снимаем и провязана 1 лицевая 2 петли вместе изнаночной лицевая 3 петли вместе изнаночной лицевая 2 петли вместе изнаночной и так до конца ряда и в конце ряда у нас одна лицевая для 2 сметрии кромочную провязали изнаночной второй ряд готов разворачиваем работу третий ряд кромочную петлю снимаем и начинаем провязывать раппорт петлю провязываем лицевой и подхватываем протяжку сняли 1 лицевая это наш раппорт петлю провязываем изнаночную лицевой и подхватываем протяжку сняли 1 лицевая опять петлю провязываем изнаночную лицевой подхватываем протяжку сняли лицевая так до конца ряда и опять протяжку подхватываем и сняли кромочную изнаночной третий ряд готов вот уже вырисовывается наш узор кромочную петлю снимаем и начинаем провязывать 2 вместе изнаночной лицевая 2 петли вместе изнаночной лицевая 2 вместе изнаночной лицевая и так до конца ряда кромочную провязываем изнаночной все мы с вами провязали два раппорта высоту и далее вот так мы и повторяем с 1 по 4 ряд очень нежный красивый узор обязательно свяжите я думаю вам точно он понравится на этом все надеюсь видео вам панела понравилось было полезным подписывайтесь на канал всем всего доброго ровных 7 петелек и до новых встреч